Не надо отходить. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я в интернете всех спрашиваю, всех. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Если кто-то против, я сразу закрываю, и больше он со мной не будет разговаривать. Когда наяву беседуем, это так понятно, даже не спрашиваю. Но сегодня спрашиваю, ты не против? Конечно нет. Не во вред это? Наоборот, я с тремя руками за. Да. То, что в прошлый раз мы записали, как тебя встречали на машине, как-то побыл, когда ехал по Теревке. Ваши родные видели это? Да. И что они? Ну, отзывы разные. Отзывы разные. Ну, расскажи о некоторых. Матери звонил в разговоре. Мать говорит, вот пришла там соседка одна, но ей уже за 50. Говорит, там Романа твоя увидела по телевизору. Она сказала, по телевизору. Ну, я не знаю, может... Ну, это по компьютеру, скорее всего. В интернете. Он в какую-то секту попал. Езжай, забирай его оттуда. Да, маме какую сетку, ты ничего не понимаешь. А сколько тебе лет? Ну, мне 40-й. Ну, 40-й. А маме сколько? А маме 64-й. Ну, она может, мама уже понимает, что тебя просто так забрать-то нельзя. Да, маме все понимает. Мать знает, что я... С 40-летнего детину идите заберите. Он там застрял. Зазомбировали. Потом с другой разговаривал. Это уже учительница в школе. То есть, она тоже видела и говорит, я видела. А почему они все снимают, выставляют? А мы каждый день за твою маму, Марию молимся уже давно. Не знаю, что это... Вот. Почему они там все выставляют? Мама говорит, я не знаю. А что ты там-то видела? Ну, она говорит, как бы он приехал там, как... Он говорит православный, просто люди не понимают. То есть, это поняла, что он православный, это все, он попал к нашим там. К товарищу звонил. Он у меня работал как-то. Он тоже там такое смотрели все. То есть, это все я распространяю. У меня еще один мой старый друг в Москве, там, как филиал, он тоже все распространяет. Ты ссылки пишешь? Конечно, ссылки. И чтобы люди знали, цель так чья. Какая цель? То есть, для того, чтобы познакомиться с этими ресурсами. Все остальное, что скажут, там, сектант, не сектант. Меня это вообще не касается. Я, как бы, это не слышу. Ну, кому надо, он услышит по-любому. Человек, который ищет душево. Ну, как я. Я помню, как я. Я услышал, и все. У меня сразу все раздвинулось. И я вот ничего не слышал. Я только вот это хотел. Голос. Как бы начитывать. Я, конечно, заплетать даже не привык. Это надо тренироваться и тренироваться. Это ужас. И, кстати, я сравнивал вас с другими. Это совсем другое. То есть, это не то. Вот вы, как будто, там находились. Это все пережили. И, как вы, как я рассказываю, со слезами. То есть, вы настолько вникаете, что вы весь там, с головой совсем. Это дар. В интернете есть насчитанное мной архипелаг ГУЛАГ. И вот один говорит, он считает, говорит, ударение делает не там. Его к стенке поставить надо на меня. А другой говорит, я все собирался, архипелаг ГУЛАГ просчитать не просчитал. А теперь, когда указали, я скачал и в дороге я быстро прослушал. Это зэк считает, говорит. Это зэк, который все пережил сам. Разные мнения, видишь, какие. Да, поэтому известия очень хорошие. Я рад, что люди слышат, что в Карпаты проникло Слово Божье. Господь там работает и будут результаты. Я даже, когда вы прислали мне книги, и там, по-моему, где-то тысяча была. Кто это, ты запаковывал? Тысяча визитов. Ну, наверное, тысяча. Я не пересчитывал, но я по пачке так на глаз определил. Ну, где-то тысяча может есть. Ну, я ходил, я в электричках-то раздавал. И в электричках, господи, ну, хотя бы один. То есть, тысяча и один, это уже очень большой результат. Ну, я так считаю, не знаю, может, кто-то по-другому считает. И ходил, раздавал вот это. Я верю, что Господь действительно где-то коснется кого-то. У нас на форум, когда заходит кто-то, а внизу, как вы пришли. Я мог бы даже показать. И дальше график показывать. Пришли от меня непосредственно, другие через кого-то, кто-то через визитки. Они, когда заходят первый раз на форум, регистрируются, ну, и ткнут туда только. А прибор-то все это высвечивает. Где? Вот какое дело. Если не пережито, то ничего и нету. Вот, Евангелие, Новый Завет насчитать. Это у меня в то время, в советское время, катушечные были. И я решил это. Три пленки, три катушки по 375 метров, 8 часов, 20 минут, одна катушка. Я насчитал Новый Завет. А мне один помогал. Вот он сейчас, Речкунов, его звали Алеша. На самом деле он Леонид Ильич был. Ну, считает, плоховато, грамота, но талант был на всякую технику. Магнитофоны ремонтировать. Холодильники, машинки для него это семечки. Талант. Просто талант был. И утром приезжает ко мне, я вижу, он весь мокрый. Я говорю, что с тобой это лицо такое? Я вообще раз слушал, как вы насчитали. Я плакал, сидел. Плакал. Да. Выходит, я и считал неправильно. Я совсем не понимал. То есть, интонацией я передал весь смысл Нового Завета. Вот о чем впереди говорили о рождении свыше. Пережил ты это и не пережил. Просите Бога, внутреннее переживание. Внешне можно сказать, сделать. А внутреннее это Бог только дает. Вот это миссия. Работа миссионера. А эти-то они ничего не знают, которые нападают. Они мертвые. Позавчера один зашел, мне в Одноклассниках пишет. Ну, там, привет, Роман, бывший коллега. Расскажи, пожалуйста, где в Библии написано о Святой Троице? Ну, я и там ссылки скину. Тем более, вы же мне отвечали насчет Масленников. И там о духе. Вот эти все поскидывал. А потом, так что я думаю, а там же возле него ягаристы-то крутятся. Он же вместе там и не работает. Ну, я взял ваши видеоролики, нашел, которые о кресте, о иконах. Которые иконы не идолы. То есть вот это тоже туда запуял. Говорю, вот это смотрел. Плюс поисковик. То есть человек, он говорит, я только начинаю. Ну, видно, что человек интересуется. Это уже большой результат. Так что все отлично. Слава Богу. Три свидетельствуют на небе, Иоанн, говорит. Три. Три. Слово три. Где? Первое Иоанна. Так они что сделали? Не могли никак стих объяснить. И сейчас издали новую свою Библию. Это не Библия, а пародия. И этот стих выбросили. Просто выбросили, его нету, и все. Как оглашенные из идите, а оглашенных нету. И в церкви выбросили, эти слова вообще не произносят. То есть это у православных такая же история. Так что я думаю, то ли еще будет. У нас много сейчас уходят ядовисты, адвентистов. То есть люди уходят, они ищут Слово Божие. И поэтому на этой небе нужна работа. И она уже происходит. Слава Христу за это. А ты кто-ли еще будет? Ты знаешь, кто поет? А? Толкунова, что ли? А? Я тебе покажу. Сейчас когда закончим, чтобы не сказали, что украли. Толкунова. А? Толкунова или Анна Герман. Прослушаешь. Она со стороны не просто поет, а именно поет, о чем то и показывает. А, это уже передел. Ты что явился в Барнавул-то сегодня? Пломба у меня выпала. Я пользуюсь случаем Игоря, наш брат. В Петеряковке ты уже сколько прожил? Я там седьмого, это уже почти месяц уже сейчас. Ровно месяц. Ну. Как раз сегодня седьмое. Седьмое. Ну вот, ровно месяц. Ну и маленько поделись мнением. Как ты, с кем познакомился, с чем занимался? Ну, познакомился со всеми. Ну, не у всех дома был там, но уже у некоторых был дома. Ну, все мне понравилось. Мне ничего нет, никаких, то есть, ни разу не сожалений. Я как будто нахожусь. У меня такое ощущение, как будто я где-то отсутствовал просто и уехал. А сейчас вернулся, как вот это, прийти о блудном сыне. Вот у меня такое, что я у себя дома. Удивительно, это Господь так делает. Никакой меня ни за кем-то скинет, ничего нет. А живешь где сейчас там? Сейчас живу у брата Виктора. Все условия. Главное, я когда готовился, я спальные мешки накупил. Там все у меня газом баллоны заправлено. Я ко всему готов. То есть, даже в палатке жить под снегом. А тут приезжаю, Господь устроил так. Отопление, тепло, душ, туалет. Ну, все есть, то есть. Консервацию мы спасли. Как раз перед морозом мне пришлось забраться туда в свои вагоны. А там же все забито. Ну, частично разгрузил. Перебор выпилил. Залез туда и с братом достали. Спасли все. Абсолютно всю консервацию. Там нам хватит до лета. Так, питанием обеспечено? Обеспечено полностью. Даже можем делиться. Так, и свободное время, воскресенье там бывает. Чем занимаетесь? Богослужение, потом занятия. Читаем Слово Божие. Интернетом, благовествуем. Постоянно. Я слышал, вроде бы, рыбу там вначале ловить. Да, пошли пробивать лед. Пошли, батюшка позвонил, говорит, мы пойдем рыбу спасать, давай к нам. Мы приехали, проломили лед. Ну, и пошла даже вот там, ну, все поели. Только сколько, сантиметров почти 40. Ну, наверное, были там пару штук такие, по 40 сантиметров. Я сфотографировал, кстати, фотографии я тоже выставил. Там есть фотография. Вышишь потом. Вот. Ну, пилил там, что смог, спилил уже. То, что полегче. Потом будет время уже с помощью. Мне помощь надо будет. Так, уже частично разгрузил. Залез уже в себе вовнутрь. Туда, там у меня буржуйка небольшая. Уже там что-то я железяки свои-то... У меня это любовь к ним-то еще не совсем затуха. Что нет туда? Вот вытащи. Как он куда-ли... Картошку он любит катать. Отбрось ее. Вот он. Так. Как будто вернулся в детство. Потому что таких зим я уже только в детстве раннем, я помню, у нас были так... Там снег ровный с заборами, то есть. То есть там шахетник немножко где-то. А здесь это есть. А у нас же на Украине нет. А у тебя ружья нету? Нет. Нету. Тут такое дело. У нас, у меня там, где скворечник живу, там проволока висит. Как только дверь открыть, если видите, откроет проволока. Такая тоненькая-тоненькая, рамки вставляет у пчел. На чем вершину. Это можно петли на зайцев вставить. На тропу поставить, петли сделать. Так он попадает, если капканов нету и ружья нету. Лыжи. Витя знает, где лыжи лежат, чтобы были. Не сиди. Как свободно в воскресенье, окрестности узнавай. Езди, гляди. У тебя будет вообще... Ты домой приехал. Ты должен все абсолютно знать. Тем более зимой. Зимой не так сильно заняты. У Игоря, у кого скотины много, там старайся где-то узнать, кому нужно помочь. Широкие сапоги и пошел. Игорю трудно. Но без помощи он не оставит. Он очень хороший. У Андрея там где-то бываешь. И хорошо еще проверь, на том ли ты месте ты остановился. Себя проверять. Строится где. Потому что летом могут у нас, может быть, даже появится кто-то. Строится где им. Что можешь посоветовать, как уже старожил. Где. Строится около Андрея. Там выпилить этот, который пленовый этот участок. Или осень, где дальше. Тут уже негде в деревне, только продолжение. А продолжение это надо через эту трассу пройти. Ну вот сейчас я посмотрел, когда начинаются бураны. Это же метет так. Но я с этим тоже не знаком. Вот мы с Игорем ехали на снегоходе. Ну это только я в кино видел. Там ну такая от неба до земли такая валит буря. Вот. И вот здесь я остановился. Там же есть щит такой. Там деревья. Да. То есть это уже защита. Это лучше. А там где ося, там конечно ты как на этом, на голом поле. И тут у тебя ложбина. Самое, что влаголюбивое, на засушливый год у тебя останется. Кто там, смородину обязательно. Какие. Там. С матушкой я уже советуюсь по этим вопросам. Уже немножко. Она матушка агроком. Она знает. Это еще пока ноль. Да. Виноград обязательно. Это надо хорошее здесь. Продаются все время. Здесь институт Лисовенко. Аграрный университет. Алтайский край богат облепихой. Разные сорта. Это внутри деревни. Тут можно там собачку какую-то завести. Или что-то, чтобы воронье осенью отпугивало. А у нас в лагере. Огородчик-то вон где далеко. Там никого нету. Они все подчистую подъедают. А тут рядом дома. И тут можно сеткой накрыть. Что тут? Работать. Воскресенье у нас не работает. Никогда не посягай. Даже на самое малое. А хорошо работать на 6 дней. Можно вот так вот наработать. Я в мире не работал. В баню ходите? Нашу баню там топят? Да. Вот это, где домик вы дали. Там я буду варить. Потому что надо трубы менять. Но я два раза уже там затопил. Подмазал гириной. Где у меня Мерселес стояла-то? Там надо полностью труба идет. Она прогорела. Надо полностью менять. И там... Ну я это сделаю. Я уже запланировал. Что-то надо сделать, посмотреть. Для нас это хорошо. Помощь какая. Так. Вы дома с Витей во сколько встаете? 4.40. 4.40. Дальше. Утром Слово Божие считаете? Конечно. Молимся, потом читаем. Ежедневно возьми себя за правило. Ежедневно читаю. Не меньше пяти глав. Каждый день. Пять глав поставь себе за правило. Пять. Я тебе Библию скажу. Если ты по одному часу будешь считать в день, а один час, там утром полчаса, там вечером полчаса, считать, то всего в Библию 89 часов звучания. Я могу знать, потому что я насчитывал. Я и слушаю тоже ваши. Мало того, ты можешь и аудио взять. Что-то готовлю или там тренируюсь. Сейчас тренируюсь хлеб выпекать. Я постоянно слушаю. Ум, чтобы как Серафим Саровский говорит, плыл в этом. Ну что еще? Какие-то вопросы у тебя есть? Вопросов никаких. Всем доволен. Слава Христу за все. Ты непрерывно только молись о своих. Господь силен сделать все, что сегодня так, завтра так. Мы верующие. Мы не требуем у Бога. Дай сейчас. Если тебе угодно добавляй. За все благодарю. Я свою жизнь проанализировал. Какие у меня были везде Господь. Он мне все дал. Этих друзей, этих жен. Это все мне дал Господь для того, чтобы во мне все перевернулось. Я родился. Ты еще напомни мне, как мы первый раз узнали, что существуем наши ресурсы. Откуда ты узнал? Меня бабушка Агафья научила с детства любить нищих и инвалидов. У меня это заложено было Господом. И я где не был, плавания был, загранки, где я не видел, я никогда мимо не проходил. То есть у меня, и мне Господь даже когда студентом был, даже кушать не было, на какая-то копейка попадала. Я так считал, что ну не хватает на батон, но еще кто-то ему добавит пару копеек, он уже проживет день. У меня вот это всегда было. И уже в Москве познакомился я с одним инвалидом. Он просил помощи, я к нему приехал, помог. И потом мы связи не теряли, общались по скайпу. И когда я уже знакомился с лекциями там Осипова, Стеняева, Сысоева, то есть я в этом уже начал жить. И он мне говорит, а вы, говорит, Лапкина Игнатия Тихоновича, этот инвалид, без ног он, Алексей, вы, говорит, слышали? Я говорю, нет. Он мне ссылку кинул, и она ссылку в щелке открылась. Вы там перед книгами и рассказываете. И потом я как зацепился и все. Мы лично с вами первый раз где встретились? А лично уже вживую встретились? Да, вживую. Ну, это я приехал на Крещение летом когда-нибудь. А? На Крещение летом приехал. Вот только так, до этого мы не встречались. До этого мы в скайпе только разговаривали. Понятно. Там вопросы. Ну вот как ты слышал, какое было представление, приличные встречи у тебя много было несовпадений с тем, что видел? Что, может быть, мы где-то рекламу просто даем, а на деле ничего нет. Нет, все открыто, все на деле, никакой лжи. Просто я немножко, вот когда в деревне, например, я представлял, что, может, людей больше будет. А здесь, ну, приехало бы мало. Мне казалось, что будет побольше. Это, понимаете, сегодня мы не можем сказать положительно или отрицательно. Это Бог только знает. Потому что мы просим у Бога людей, если нужны они эти люди, ты сам, Господи, устрой. Потому что мало, самые оказались негодные близкие, которые, на которых надеялись, полагались, родственники, а оказались в стане врагов. Вот что. Это тяжелое чувство, когда друг превращается во врага. Давыд говорит об этом. Мы это все пережили. И поэтому мы не ускоряем события. Мы просим, говорим, а как Бог даст. Ну, и все тогда, может быть, нам какие-то пожелания имеешь сказать? Ну, вам пусть Господь дарит здоровье. И долгий лет жизни для того, чтобы это слово распространялось и распространялось. Потому что результаты большие. Ты запомни, когда меня не будет, у меня наказ, как меня хоронить. Я уже все это написал. Лежат здесь, вот, все ребята знают, им напомнить про это. В стеночках лежат связанные сапоги мои, стоптанные. Меня не раздевать, не обмывать, не протирать, ничего не делать этого. И в старое, самое старое, негодное. В каких я ходил заплаты, им такое отправить на суд Божий. Прикрыть все. В никаких обшивок этих, гроба, ничего нет. Самые негодные доски какие-то найти, лишь бы только дорога не развалился, и я не выпал. И проверить на 100%, что я не уснул, а умер. Каким-то образом зеркало поставить, чтобы живого не закопали в землю. И на грудь отзаламинированной, в хорошем целлофане, в несколько слоев, Новый Завет, маленькие вот эти. И на кресте, чтобы, там написано, кто желает, берите, там какую-то надпись сотворить, чтобы всегда висело. Как кто сняли, еще повесить, а можно сразу два повесить. Хоронить только в Потерявке, около мамы. Я уже все наказал. Ну и все, я благодарю Бога, что позволил мне дожить до этого дня, до этого возраста. Я ухожу, оставляю большое наследие. Это то, что вот здесь есть. У нас больше вопрос будет, когда не будет батюшки. Батюшка уходит и все обрывается с ним. А я ухожу, я никуда не ушел. Вот это у меня все подписано. Хозяином здесь Володя. На Виктором еще. Я один, еще вся, вся, только для того, чтобы наблюдать. Севастян, юрист. Ему не надо, он зажиточный. У него все есть. А ребятам, хозяинам Володя, все, что здесь есть, все до копейки. Видите, самостоятельно, не нуждается. Он работает, государственное у него идет. У этого ничего нет. Мы просто работаем. И ему всячески помогаете, если где-то что-то не так совет, чтобы без совета ничего не делал. Ни в общем, нигде ничего не менять без совета. Да, 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 не советуюсь. Ничего. А то говорят, вас не будет с батюшкой, еще тут будет. Я говорю, может еще лучше будет. Главное пережито впереди, когда нельзя было статус получить. Нигде ничего не было. Сейчас уже дома есть, школа, интернет, храм. Тут электричество, тут уже спрашивать нельзя. Конечно, сейчас с палаткой. Батюшка приехал, палатку разложил на голом месте. Вот это подвиг. А сейчас я приехал, коммуникации, свет тебе есть, вода качает, все. Лопатой копали все, лопатой. Ночевать негде. Вот это да. А сейчас вообще склады. Мы можем своей пшенице у Игоря жить здесь 10 лет. И кормить 100 человек, и хватит. Я у него брал пшеницу, там у него забитов все. Я говорю, брат, мы ехали вот это. Я говорю, ты постоянно зови меня, я буду возле тебя. Потому что если еще кормить, я к тебе приду, а за лепешку ты мне дашь, а кто здесь еще? Горох, все, это главное взять только рушилку, чтобы мельница была. И там можно жить. Вот я сейчас буду испытывать. Я маленько купил себе такое вот. И буду это все, молотно. Ну, ты пока не покупаешь, у тебя еще есть она? Уже все есть, конечно. Ну, попробуй. С отрубями, говорят, отруби полезные. А сейчас поняли, полезные. Ржаное. Ну, вот и все. Домашнему расскажи, скажи. Мы не секта. Мы церковь. У секты нет священника. А у нас митрополит приезжает, патриарший. Да кому надо, они зайдут, посмотрим, что есть. Дурью мается ты. Секта, скажи, тех, которые отсеклись от церкви. А мы церковные. Вот сейчас ты слышал этот, написал доктор Богословия, Бочков-то, а у нас что? Нет, сейчас не слышал. Не слышал. А вот давай, Володя. Володя хорошо считает это. Попутно просчитать. Покров. Журнал. Есть такой покров. Вот он. Ну, если вот так вот нажать и ткнуть, то на журнал как раз и выйдешь. А ну-ка, Володя. Иди сюда, прочитай. А ты можешь здесь вот сюда рядышком сядь пока. Давай. Володя считает хорошо, если незнакомое слово не встретится. Как встретилось, он на нее смотрит и как барон в новое ворота. Давай. Московский патриархат. Студенческий журнал «Покров». Барнаульской духовной семинарии. Номер 9. 2016 год. Страница 34. Ну, видите, без обмана. Тем более можно найти. Дальше кавычки открываются. В начале 1990-х годах часть приходской общины переселилась в Мамонтовский район, в село Потеряевку, где основала новую приходскую общину во имя священномученика Анфима Некомедийского. Все правильно. На 2013 год официально в селе Потеряевке проживало 33 человека. Вы здесь говорили поправку поселок Потеряевка. Ну, поселок, но. С 1996 года в селе Потеряевка действует детский трудовой православный лагерь «Стан» в честь священномученика Климента Анкирского. С 1972 года. Представьте, насколько ошибка здесь дана. На 24 года ошибка. Но он не знал, ему так сообщили. Построена церковь. Он действует, зарегистрировано было, зарегистрировано в отделе краевой местиции. Вот что там в этом году было. Дальше. Построена церковь. Функционирует школа. Фельдшерский пункт. Построено 16 жилых домов. 12 бань. Все здания электрофицированы. Для нужной общины облагорожено 12 колодцев и 3 пруда. Видите, все это уже устаревшее. Теперь у нас не 3, а 7 прудов. То есть это редко у какого селения столько воды. Воды. И при том это микроклимат создает. Ну давай, Южный пруд это один. Костровый 2, лагерный 3, храмовый это 4, а Коломаточки это настоящий пруд. Это 5, Рыжковский это 6 и 2 мостик 7. 7. Это большие-большие деньги заложили туда. В составе РПЦЗ. Протеерей Иоаким Лапкин являлся участником 4-го всезарубежного собора РПЦЗ, проходившим в городе Сан-Франциско. С 7 по 14 мая 2006 года. Ставшим одним из решающих шагов к урочеванию разделения между двумя частями русской церкви. После подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри русской поместной православной церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской партии. Вот абсолютно точно. Мы не входим туда, но у нас именно мы признаем благодатность и все дальше. Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин РПЦЗ до 17.05.2012 года истекло, приходы в городе Барнауле и селе Потеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятеля РПЦЗ митрополита Илариона, скобка Капрала, имея при этом полное общение с алтайским митрополием. Видите, вот абсолютно правильно. Но тут нужно сказать, иногда возьми, да и направь, пока там что есть. Ну еще стоишь-то зря. Вот и гляди как. Он что тут пишет. Поминает предстоят патриарха Кирилла, когда служит у нас епископ их, патриарший. А так мы не поминаем. Дома молимся только. Дальше. Крестовозвиженский приход города Барнаула и община селе Потеряевки являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Ни сектантскими, никакими. Откуда вы берете? Тата пишет патриархийный журнал. Еще. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчина не бреет бород. Бород. Остригают волосы. Носит рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд. Носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад. Многие семьи многодетные. Он имеет положительный отзыв. Видно, что он не со злобой никакой говорит. Нормально. Все. Дальше. Старостой этих общин является родной брат праэтеерея Якима Лапкина Игнать Тихныч Лапкин. Известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии более 500 городов в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Нет, общин там другой, там имя сегодня Устинов Владимир Александрович. Вот. Это сказать, это... Что я говорю, Владимир Александрович? Это Андрей Владимирович. Андрей. Но я то... А здесь я крестовозвиженская община староста, а не двух общин. Дальше. Миссионерская практика Игнать Тихныч Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологическим трудам... Апологетическим. А, апологетическим. Незнакомое слово. Тут разное. Православной вере пришли тысячи людей. Видишь как. И дальше кто пишет? Доктор Богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма Святого Луки города Норильска, священник Павел Бочков. Вот, пожалуйста, ваши там это прослушают, посмотрят, зайдут. Остальное-то вы же отвечать будете за ложь, за ложь, которую у нас говорят они. Ну, вот это все на этом. Слава Христу!